Всем привет! Всем привет! Мы только что приехали в аэропорт И, как обычно я говорю, в таких ситуациях Настал этот день, и мы приехали в аэропорт провожать Ники домой Наконец-то! Мы не опаздываем, приехали вовремя, даже немного раньше Пойдем, как обычно, взвешивать багаж и на стойку регистрации, если уже она открылась Это робот И сам едет Прикольно Багаж мы взвесили, все нормально, все проходит по нормам Но только не открыли регистрацию Сейчас вот мы идем вставать в очередь Потому что обычно там всегда очередь и нужно заранее вставать Ну, в принципе, здесь не так много народу в этом терминале, я сейчас посмотрела И регистрация откроется через 40 минут только А, еще не открылась Да Но все равно пойдем там рядом встать Потому что пока что нету народу, а потом как набегут и давай потом Да нет, мы лучше кофе пойдем попьем Ты думаешь? Да И в магазины сходим Кстати, постоянно здесь новое какое-то оформление, да? Да Постоянно так красиво, и каждый раз думаешь, ну уже лучше нельзя придумать Да Ну, красивее, да? А вот тот магазин, куда мы с Сергеем ходили, это он? А вот возврат налогов А, у меня нету чеков Это тебе не положено У меня есть виза У меня есть виза, и мне не дадут возврат налогов Ну ладно, там все равно копейки выходят Здесь стоять в очереди Я тогда тоже хотела сделать возврат Они меня направили туда, куда-то в пинали Я где-то часа два потеряла И испереживалась Потом они сказали в конце, в самом последнем вот Что мне не положено Потому что перезидент Да, они так и сказали А с самого начала не могли сказать, видели вроде бы мою эти карты Хотя мне при таких же условиях они вернули налог Ну не знаю, может от человеческих факторов Лера ночью плохо спала Просыпалась Ей снились кошмары какие-то Но утром проснулась, вроде бы легче стало Выпила еще лекарства Это не кошмар Это просто напомнил Ну ты помнишь, что ты ночью просыпалась И плакала Помнишь? Кстати, это Ники купила ей такую заколку вчера А Лера уже ее надела Короночка А сейчас как ты себя чувствуешь? Нормально? Но все равно носит с собой пакетик На случай, если захочет Мама Ау Почему у меня еще пола? Это не так было ранка Где она, коленки? Угу А, ничего страшного Это просто коленка все время двигается Поэтому Несколько дней пройдется, живет ванна Сколько раз мне нужно поспать? Два Так как регистрация еще не началась Мы решили попить кофеек Посидим здесь немножко И смотрите, какая здесь красивая елочка Рождественская елка Мне очень понравились вот эти гирлянды Я не помню, у нас такие же или нет Но именно вот, чтобы огни были такие сверкающие Я, кстати, на Алиэкспрессе заказала новую гирлянду Штору И она еще ко мне не пришла На днях должна прийти Стоим в очереди на сдачу багажа Здесь образовалась очередь, как я уже и говорила В последний момент Но ничего страшного Вроде бы она двигается Мы уже сдали багаж Только что видели, как взлетел самолет Но он очень быстро улетел И я не успела вам показать Зато Лера увидела и очень удивилась Да? Ты первый раз так видишь? Как взлетает быстро? Угу Я тоже, честно говоря Сначала же они должны вот так поедать Потихонечку, да? Ну это нам так кажется Вот Ники говорит Что мы ориентируемся на окна в самолете Да, на внешний То, что снаружи находится Ты так чувствуешь скорость А когда на улице вообще вот Со стороны Все, ничего нету Ты не можешь ориентироваться Какая скорость Да, оказывается там очень небольшая скорость Так, мы вот сейчас полюбуемся здешним видом таким Чуть-чуть пофоткаемся У Ники еще есть время немного А потом уже все Будем прощаться У нас тут свои съемки Тут нет, нам мешают Вокруг Покажи, как они нас там пружили Да, целая делегация Я даже не знаю, какую камеру смотреть Они на мой рейс Чего они так шебуршатся? Может, они тоже надо? Кстати, да Они вместе с Ники полетят Потому что багаж очень поздно начали принимать А глядишь, ты рядом с ними И еще будешь сидеть Лерочка, попрощайся с Веронией Я тебе много оставила денег, не переживай Там очень много денег Поняла? Купишь все что-нибудь? Ну ладно, давай Ну все, давайте Подписывайтесь на мой канал Да, кстати, подписывайтесь на канал Ники Скоро я полечу тоже в Москву Но это будет чуть больше, чем через месяц Это что такое опять? Что за паника? Да, когда у Леры день рождения закончится Потом, после Нового года, короче Увидимся Там всем привет Там сейчас холодно Зато Новый год скоро Будем отмечать Ух, заживем На каток пойдем Ну давай Ну все, давайте Долгие проводы Лишние слезы Давай Мы уже едем домой Лерочка уснула Смотрите, с каким лицом он успит Примерно так же сплю я Да и вообще Это мое состояние По жизни На улице идет дождь Когда мы ехали сюда Дождя не было Он только начинал накрапывать Когда подъезжали А сейчас вовсю разогнался Но, тем не менее На улице не холодно Кстати, сегодня я вообще не плакала Обычно, когда я кого-то провожаю В аэропорту То всегда плачу Ну если это кто-то из родственников Близких То всегда у меня слезы начинают идти И я не могу это контролировать Но сегодня я отлично справилась Вообще Ни слезинки не проронила Может быть Это сказывается Работа над собой Ну и плюс Через месяц Я поеду в Москву Так что смысла плакать нет Кстати, навигатор нас завез Через промзону города Инчон Это все заводы Где производят корейскую косметику Автомобили корейские И много-много всего Мы уже дома Приехали пару часов назад И Коля уже Ой, короче Сварил супик Это борщ Ой, как вкусно пахнет Я так проголодалась И немножко там насвинячила Это борщ без свеклы Да, без свеклы Потому что мы ее не нашли в магазине Не было нигде И вот Сварил рис Так что давайте кушать Лерочка идем Кушать будем Я сделала глиняную маску Что-то в последнее время Я была так сильно занята Что не было времени на маски Но только если тканевая И то не всегда получалось Сегодня я успела поспать Пару часиков Но правда проснулась И не поняла Какой вообще год Потому что за окном темно было Целый день шел дождь Хоть и не сильный Но все равно накрапывал И было слышно Как дождь идет Поэтому мы все никуда не ходили Коля только сам сходил С другом Где-то погулял В торговом центре Они там что-то ходили по делам А я вот отдыхала Ну если можно так сказать Я смонтировала влог Я Леру искупала Подготовили мы на завтра Ее портфель И сделала вот маску Вот так вот время быстро пролетело А Ники уже приедет Через полчаса приземлиться И так интересно получается Она вроде бы сегодня утром была еще здесь А уже у нас 11 часов ночи И она в другой стране Как-то всегда мне это удивительно До чего техника дошла Что люди вот так вот могут перемещаться Из одной страны в другую На другой конец света И это очень круто Так что как говорит Ники Границы Стираются Мне вообще-то нельзя говорить Кожа начинает стягиваться И я уже пойду смывать маску Сейчас посмотрю Что там делает Лера Наверное она уже ложится спать Коля пошел ее укладывать Посмотрю уснула она или нет Ты еще не спишь? Как ты себя чувствуешь? Нормально? Угу А ты что здесь делаешь? Я себя тоже чувствую нормально Чуть на диване сейчас не уснула Я видела Клевал там Было бы хорошо если бы ты с той стороны дверь закрыла И пухнула Что? Когда? Там воняло Еще я поставила хлеб на отложенный старт в хлебопечку Закинула все ингредиенты И уже утром он приготовится Будет горячий Мне останется только выключить хлебопечку И вытащить ее на стол Кушать Вчера кстати когда гуляли с Ники в торговом центре Зашли еще в Тайсо И я купила для Лерочки Вот такие одноразовые резиночки Черного цвета Здесь 200 штук Они маленькие Как раз для косичек Для каких-то причесок И вот такие разноцветные У нас уже были похожие Мы их брали еще в Москве Там 3 года назад И вот они только закончились Наконец-то Поэтому я решила обновить Я смыла маску И кожа сразу стала такая гладкая Белая До этого у меня были небольшие покраснения Потому что дул сильный ветер И кожа шелушилась Была красной Прямо такие пятна какие-то были красными Меня так бесило Поэтому я решила Вот эту маску нанести Я ее сюда наношу Когда есть какие-то покраснения И она очень хорошо с ними справляется Прямо наразоваться не могу Ну а на этом я буду видео заканчивать И если оно вам понравилось То как обычно ставьте лайк И увидимся с вами уже в следующем видео Всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!